всем привет сегодня попробуем поменять показать точнее попробую как поменять проволоку на двух атомайзеров здесь испаритель системы c4 здесь испаритель системы t3s еще такой маленький испаритель это mt3 из 5 т3с они практически ничем не отличаются сейчас покажу не берете они ничем не отличаются только грубо говоря блямбой забором воздуха скорее всего что здесь забор воздуха лучше что здесь такая дырочка здесь такая ну кому как нравится в принципе так давайте начнем вытащим старую проволоку а может старую проволоку засунем обратно потому что проволоки у меня не так уж много от жиры так вот и вытаскиваем снизу хрен не знает железку как называют я не знаю резиночку вот у нас проволока взматываем я думаю ту же проволоку замотаем нет уже не замотаем так уже не замотаем здесь проволока используется но 0 2 миллиметра кантал нет есть конторчик но два миллиметра немного конечно но все-таки и наматываем наматываем где-то примерно витков пять наверно шесть я взял из набора шестигранников самый маленький шестигранник не отлично наматывается плюс не вставляется отлично бамбук бамбуковой нить вставляем мусик чтобы засунуть его и начинаем макать ну где-то макков пять это у нас получится где-то примерно где-то 20 не 22 20 сопротивление в 2 ума так отрезаем ну я так покажу самый простой способ без заморочек без всяких некоторые наматывают на вот эти вот ножки так сказать чтобы было в основное сопротивление на спирали так намотали получилось вот сейчас более фокуса никакого камера говно блин ну вот такая вот белый фон какой-нибудь ну не знаю если кто-нибудь увидит что-нибудь короче у меня получилось ну пять с половиной витков теперь я сразу просовываю нитку потому что блин все там говорят надо прожечь ее но это неудобно мне да блин сначала засунуть прожечь потом опять высунуть ну конечно игра это делаю как рак но если кому-нибудь интересно так теперь просовываем ниточку это да ё-моё так ладно короче сейчас просуну ниточку и вернусь потому что это может занять долгий процесс может может и нет все таки просунул я и это хорошо так ну теперь нитку мы просунули теперь мы получилось вот так вот пока ничего не отрезаем лишнего лишнего тратить не хочется но теперь вот будем ставить резиночку и делаем это таким образом чтобы один один усик касался на корпус другой усик вылезал в центральную живу так давайте подрежем сразу что не очень хорошо это все лезет так 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 мы подрежали теперь можно спокойно ставить центральный и вот у нас получилась вот такая штука сейчас мы накрутим накрутим на сигаретин прождем посмотрим смочим спиральку чтобы не сжечь фетиль так жара пошла замыканий никаких нету отсечки ну все в принципе хорошо теперь теперь делаем таким образом отрезаем под самый чтобы накрутить можно было и еще тоже подрезаем и я делаю таким образом потому что единственный минус этого атомайзера что здесь идет забор забор жижи снизу ну это его и плюс забор снизу то что жижа выходит полностью и спираль не сгорает ну не высыхает не так сильно но и минус в том что жижа начинает заливаться что не очень хорошо так не поставили теперь аккуратненько все это заводим чтобы не касалось надо на резьбу блин если что то не видно то извините меня пожалуйста так теперь заливаем жирку и не не будем а честно постоит чуть-чуть и мы проверим здесь здесь что в принципе делается то же самое все то же самое сейчас намотаю спираль и покажу как это все одевается сюда единственный минус этого атомайзера что здесь идет забор сверху и когда жижи становится мало то начинает гореть нитка и естественно вкус очень мерзкий когда горит нитка я думаю постояла можно проверить ну пара в принципе хватает посторонних привкусов нету все хорошо так ладно я сейчас короче вернусь сделаю заготовочку и включусь показать как парить этот атомайзер ну я вернулся ну получилось такая же такие же усики теперь то практически та же самая манипуляция с этим испарителем так в основном эти испарители идут на эггах этих как зовут на эггах с нижним забором на жидкости сначала я как-то скептически относился к этим атомайзером этим испарителем мне почему-то казалось что на эггах лучше вкус но понял тут что ни хрена подобного так подрезаем сразу и практически та же манипуляция не практически а та же так же резиночка дна жила одна корпус другая в центр и ставим шток остальные жалко конечно у меня не осталось кантала я брал канталы у друга сейчас кантала не идет 30 метров теперь аккуратненько поправить нужно теперь плюхнуть жидкости чуток капельку так сигаретка сигаретка а пытался сделать косичку ни фига не получилось сломался кантал если видно люди делают косичку на ножках что-то типу подобного и блин как показать то я не видно будет не знаю если она видно то хорошо теперь посмотрим не будет потому что я намотал весь оставшийся кантал жара пошла и не не будем полить под вытащим поправим и начнем ставить здесь у нас система такая подрезаем под резьбу так же как и на тон я люблю нитку не знаю мне так кажется что нитка вкуснее чем вата теперь ставим бак работает а нет я накосячил 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 крышечку забыли так и заливаем так и не хочу заливать потому что в основном я много заливать не хочу потому что основном этим термайзером не пользуюсь он держит как меня на запахе запас чуть-чуть запитается с этим испарителем практически то же самое что т3с который запроварил то же самое то есть только я говорю что крышечка с забором воздуха то есть дырка и воздуха поступает меньше кому как нравится кто-то хочет туго тянуть кто-то хочет легко тянуть да так я думаю пропитался попробуем вот чувствуется привкус того что нитка начинает гореть потому что мало жидкости и сигареты приходится перевернуть чтобы жидкость доходила до дырки до забора металла если кому интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал дизлайки можете тоже ставить потому что я мог нарокалить всем пока